О всех регионах, что потребители не задумываются, ну и даже потребители в области малого и среднего бизнеса не задумываются о том, что надо инвестировать, а они думают, что надо сохранить деньги. Но сейчас, если в данной ситуации, конечно, в отсутствии других инвестиционных ресурсов, собственных денег, эта проблема встает на одно из первых мест. И я бы сказала, что здесь есть определенные ресурсы для кредитных организаций в том плане, что инструменты для инвестиционного финансирования малого и среднего бизнеса, они могут быть наиболее востребованы. И что еще я хотела бы сказать про тенденции на рынке, вот развиваются налоговые льготы, единый патент, льготы для зарегистрированных малых предприятий, единый коррадиционный центр по поддержке предпринимательства, которые вчера были анонсированы на госсовете. Мы ожидаем, что, может быть, и не в той степени, как это было продекларировано вчера на высоком собрании, но в какой-то степени повысит интерес к началу бизнеса у начинающих предпринимателей, тех, которые были пока в тени. И здесь, наверное, будет востребовано со стороны банков дополнительное какое-то, не то чтобы обучение, но работа, настроенная на людей впервые, пришедших за кредитованием, за банковским службом и так далее. И, наверное, как раз по этой же причине становятся актуальными такие коробочные продукты онлайн-данка, когда там все вместе, как будто бы решают все проблемы бизнеса в одном приложении для ИПАНа. И бухгалтерии, и сопровождение, и личный помощник, и расчетный счет, и все, что вы хотите для нашего маленького ИП. И второе, что ожидается от банковских организаций, предпринимательским сообществам, есть действительно сейчас достаточно много денег на государственную поддержку малого бизнеса, и всегда остается вопрос, кто про это знает, и кто должен быть проводником вот этим вот тем самым консультантом инвестиционным на месте, который бы работал с предпринимателем и мог бы донести до конечного, в кавычках, клиента, до получателя поддержки, всю информацию. И мы понимаем, что банки, которые берут на себя эту роль, может быть, она не совсем свойственна как раз банковским организациям, может быть, должна была быть государственная программа информирования, но пока такого нет. И те банки, особенно небольшие банки, у которых, ну, в целом, другие условия по фондированию, ну, которые могут со своей стороны для малого и среднего бизнеса быть агрегатором различных программ поддержки, предпринимательства, там, Минэконома, Агентской политической гарантии, Динэк, Минэконома банка, помогать ему делать более, брать более дешевый кредит, они, конечно, выигрывают, и это один из таких инструментов, который, вот, лежит на поверхности, по нашему опыту вызывает особое доверие и является точкой роста для тех банков, которые, ну, не Сбербанк, а не Сбербанк, а не Сбербанк-24, у которых нет каких-то безусловных преимуществ. И вот запросы на инвестиционное финансирование, если бы я еще раз скажу про фонд Сбербанк, это уже будет выглядеть, наверное, не совсем правильно, но есть фонд, ну, венчурный фонд, опору России и Комсбербанка на как раз инвестиции в малый и средний бизнес. Для тех людей, которым дают кредит, их, правда, очень много, и это действительно такая возможность и для банка показать свою валяемость в клиентской базе, и большая помощь для предпринимателей, которые вот пока находятся в ситуации, что инвестиционных денег им взять саметь. Ну, и четвертое, конечно, надо совсем что-то подумать, что делать с теми предпринимателями, которые вот в этих условиях немного подпортили себе эффективную историю, и тут какие-то, какие-то возможности на некоторые вещи закрывать глаза или исправлять с течением времени. Ну, то есть вот это такая история, которая сейчас тоже кажется проблемой. Ну, значит, ну, вот все, что я хотела рассказать. Спасибо за приведенную, предоставленную возможность. Про премию «Бизнес-Успех» немножко о том, что все-таки бизнес в России должен знать и хорошие новости. Мы делаем такую историю, продвижение, продвижение, историю успеха в тех удивительных предпринимательных местах, которые что-то делают в любых ситуациях. Вот, кстати, очень много было эмоций в последнее время про то, что вот доллар, катастроевая история с недвижимостью, что делать, ужас, ужас. Один из наших предпринимателей говорит, ну, без того зато я решил поставлять на экспорт свою продукцию. Вот мне сейчас как раз тот самый момент, когда стало выгодно заниматься экспортными поставками, и про то, что кризис времени возможностей есть разные мнения, но так и иначе у нас примеры вдохновляющего история, истории победителей премии тоже имеются. И всех приглашаем, конечно, на наши окружные мероприятия. Это не только про то, что повышает уровень доверия к вашим финансовым организациям, личное общение с предпринимателями и потребителями на местах, но это такая социальная функция опоры России, которая считает важным развитие предпринимательства, популяризация, и то, чтобы в информационном поле было немного позитивной информации про малый бизнес, несмотря на все сложности. Если какие-то есть вопросы, я буду рада ответить. Спасибо. Уважаемые господа, у меня первая просьба. Если у вас есть телефонный звонок, пожалуйста, выходите, потому что слушайте ваш разговор. Уважаемый господин, в четвертом ряду, можно вас попросить? Организаторы попросили меня модерировать мероприятие, я буду модерировать и выступать. Единственное, чтобы не выбираться за график, я, Гюзель, попрошу тебя 15 минут, чтобы если будут отсечки, то не нанесли за 2 минутки до, если тебя не затронет. Ладно? Спасибо, уважаемые господа. Моя презентация называется «Буа Цубана for Finance». Я могу дать на флешечки. Коллеги, давайте начнем пока наш разговор. Вы знаете, вас никогда не смущало то, что все конференции проходят одинаково. Сначала выступают представители ассоциаций государственных структур, какие-нибудь депутаты опаздывают, а потом начинается реальный бизнес. А потом в конце написано «В конце будет шампанское, на которое все не успевают, дабы не стать участниками московских правов». Окей, моя презентация загружена, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я расскажу сегодня презентацию о том, почему диалог на языке, на одном из пяти языков любви, очень важен, более чем маркетинг, финансовые услуги, размышления на тему. Первый вопрос, который я хотел бы задать нам всем, а для чего мы здесь? Вот мне иногда кажется, что спикеры, которые выступают на конференциях, забывают, кто их клиент. На мой взгляд, клиент – это вы, и для меня очень важно, чтобы вы по итогу моей презентации получили value от того, что вы инвестировали свое время, доехали сюда вместо того, чтобы гулять по шикарной московской погоде. Наконец-то второй раз наступает весна. Я хотел бы, чтобы по итогам этого выступления вы ответили на вопрос, моя презентация для вас какой-то value предоставила или нет. Когда будет сессия Q&A, вы мне честно об этом сказали, потому что для любого выступающего, а так как я буду модератором, и уважаемым коллегам, которые будут выступать, наверное, будет весело и сложно, чтобы они не забывали о том, что все-таки мы выступаем здесь для вас и для того, чтобы знания, которые мы получаем, они были употреблены на наших местах работы или для наших научных последователей. Маркетинг не существует в отрыве от рынка, и давайте поговорим о том, что на самом деле происходит на рынке. Есть очень много определений, что происходит на рынке. Наверное, самая емкая, самая красивая, и наверняка маркетологи предложили к этому тоже роль. Это идеальный шторм. Но идеальный шторм, он не был бы идеальным, если бы он не характеризовался одной простой вещью. Исчезают во время шторма, когда могут исчезнуть и корабли, исчезают некоторые ниши, которые раньше кормили целой индустрией. Пример полностью исчезла на сегодняшний день, она заморожена, неважно, как он называется, заморожена. Там коллеги из риск-менеджмента закрутили скоринь. Просто не работает кредитовательно с Сопраймом. Когда-то бизнес, который был принесен в Россию уважаемым банком, русский стандарт, который так или иначе через тиражирование сотрудников был распространен по рынку, ребята принесли новый бизнес, они молодцы, они открыли новую рыночную нишу. Есть хорошая история, когда главный акционер и создатель банка приходил банкир, он говорил, слушайте, мы сейчас будем кредиты в магазинах выдавать. Все банки говорили, слушайте, мы кредиты все выдаем, вернитесь и будьте успешными в своей водочной нише. Он сказал, окей, а мы сделаем это по-другому. Он открыл новую рыночную нишу, которая сейчас закрылась. И у банков возникает очень большой вопрос, а что дальше? Что происходит и как дальше жить? Банки продолжают оставаться заложниками индустрии. Недавно один коллега из одного банка сказал, что мы ждем, когда снова отрастет кредитная нога. Она больше не отрастет. Если говорить серьезно, то бизнес, который мы знали за последние, наверное, пять лет, на котором были выстроены очень успешные карьеры, на котором были получены колоссальные риски накоплены, потому что никто не занимался реальной эффективностью, и, к сожалению, маркетингом. Потому что нужно было очень много быстро выдавать. И качество кредитного портфеля просто поддерживалось новыми выдачами. Если мы смотрим на качество портфеля сейчас, тогда возникает вопрос, а что же происходило за это время с банками, которые инвестировали в коллекшн, в карт-коллекшн, софт-коллекшн, проводили шикарные конференции. Одна из проблем, которые есть у банков, на мой взгляд, в том, что маркетинг у банков – это функция рекламная. В конце будет слайд просто с моей биографией. Я 7 лет своей активной жизни посвятил работать в лучшей компании в России, компанией в Google Home, в Биларе. Так вот, маркетинг – это математика, это цифры, это не рекламные образы. Это эмоции, которые помогают зарабатывать. Банки так и не узнали своих клиентов. Хотите, приведу очень простой пример. Нет ни одного банка, в миссии которого не сказано. Мы про клиентов, мы за клиентов. Приведу очень простой пример. Какой из этих клиентов клиент банк? Тот, который в костюме, и вот сейчас на конференции. Окей, сегодня я без галсту куда позволил на маркетинговой конференции. Или вот этот господин, который на самом деле, вот эти один и тот же человек, они тратят по-разному, потребляют разные услуги. У них по-разному происходит все. Если сегодня в течение рабочего дня я максимум могу заплатить, окей, купить книжки от двух издательств, которые пишут книги про бизнес, ну ни у одного из этих издательств нет обычного поиме от Володи Канина или лайфпэя от Славы Солодкого, чтобы купить книжку. А у меня в кошельке из наличных, ну, 1100 рублей, которые я могу потратить там, где нет приема. То есть те издательства, которые пишут о бизнес-литературе, учат нас маркетингу и стратегии, у них нет обычного платежа для того, чтобы на конференции купить книжку за 550 рублей. На самом деле, я не буду проводить опросы, но уверен, что в кошельке у человека в среднем там 300-400 рублей наличными, карты, которые он постоянно платит. Так вот, банки до сих пор, к сожалению, не научились понимать своего клиента. Второй аргумент, то что мобильные операторы знают о вас больше. Почему? Мобильный оператор, например, знает самую главную информацию для скоринга. Они знают, есть ли у вас работа. Знаете, как они это делают? Очень просто. Если вы 8 часов в день примерно находитесь в одном месте, это, наверное, офис. Если 8 часов примерно вы находитесь вот в другом месте, и вы ходите в интернет, и чаетесь в фейсбуке, наверное, это плохо. Вот примерно на таких эмпирических гипотезах строится знание об абонентах, мобильных операторах. Произошли тектонические изменения в поведении клиентов. На самом деле, клиенты за это время изменились. И знаете, в чем проблема маркетинга сейчас? В том, что маркетинг, который мы знаем, он родился в 70-х годах. То есть 50 лет назад. И когда с вами приходят и разговаривают очень красивые ребята или прекрасные девушки, говорят там ROI, Acquisition Cost, ARPU, Brand Evernus. Это все термины, которые так или иначе были придуманы очень-очень давно. Но потребитель за это время изменился катастрофически. Миром правит интроверт. Почему это происходит? Это происходит не только в нашей стране. На самом деле, коллеги, если посмотреть на это серьезно, то в наше время происходят интересные вещи. Общество, в котором мы росли и в котором мы воспитывались, оно сильно меняется. Вообще, задача общества изначально первобытна была в том, что вместе просто дешевле и как-то безопаснее. Грец, мамонток загонять и так далее. Так вот, многие банки, к сожалению, они за клиента бегали, как за мамонтом. Просто завалили его, разделили тушку его и вот на этом живут. Если говорить, что происходит сейчас, почему люди общаются с телефоном? Потому что конкуренция, например, в нашем городе настолько сильна, что человеку приятнее общаться с телефоном, когда он общается один на один и никто не видит, что он там делает. Чатится, играет в игрушку, пишет какие-то сообщения или просто на самом деле играет в математические головоломки. И этот тренд пытаются банки использовать. И мы знаем несколько примеров, которые у меня будут в презентации. Когда, вот как до этого интроверта достать? Очень трудно, потому что он не верит никому. Он достаточно продвинутый, у него хорошее образование. Чему должны научиться банки от конкурентных индустрий? Я сегодня в рамках дискуссии говорил о том, что мы все клиенты других индустрий и мы легко расскажем, почему это кафе плохое, почему здесь душно в этом помещении, почему микрофон не работает. А когда мы приходим на свои рабочие места, мы почему-то раз и моментально забываем о том, что клиенты, которые думают о нас, у них происходят такие же сложности и такие же коллизии. Во-первых, что могут научиться банковские маркетологи? Как маркетинг влияет на стоимость компании? Мы все знаем, что в Starbucks они придумали вещь очень вкусную. Есть работа, есть дом, есть третье место. Вот скажите, пожалуйста, в какой из банков в Москве, ну, в России, или там за рубежом, я не вижу, что из клиентов, после обеда будут клиенты и будут рассказывать про private banking, в какой банк вы просто приходите, как в третье место, поболтать, посидеть, назначить встречу с друзьями? Я не думаю, что в Сбербанк, потому что там банк друзей, я что-то не видел, честно говоря. Я не думаю, что в какой-то другой банк, я не хочу заниматься там ни рекламой, ни антирекламой, я очень уважаю, например, как клиент, очень давнишний, Райфайзенбанк уважает, это правильный, самый был правильный посыл, я был клиентом много-много лет, и до сих пор приходят письма. Знаете, что меня в этих письмах смущает? Уважаемый, уважаемая Була Сергеевич. Я думаю, как-то они до сих пор не определились со мной. Я вроде бы как-то не страдаю раздвоением. Sorry, да? Вот как маркетинг может повлиять на стоимость компании? Вы знаете, недавно мне понравилось, не стало просто вставлять этот кейс, потому что презентация она уже размещена на Фейсбуке, в слайдшере там часа-два назад, и в Фейсбуке уже комментарии идут. Вы знаете, интересная вещь. Один сотрудник Альфа-банка получил карточку Рокета. И одновременно мы пришли смс-к от родного банка. И он написал своему начальнику, какой банк лучше, который знает меня по имени и может писать на русском языке? Или мой любимый банк, который никак меня на русский язык не перевел до сих пор и пишет по-английски? А эту тему было в специальном совещании и все такое. Но это вопрос о том, что на самом деле маркетинг в деталях. Незаметно вовлекать клиентов в игру. Знаете, здесь все взрослые люди, и у нас есть одна большая проблема, с нами давно никто не играет. Мы играем с детьми, вы знаете, что во время игры мы можем ребенку объяснить все, что угодно. Мы рассказываем, например, у меня есть хороший опыт, когда работал в УТП-банке, мы сделали кредитные карточки бумажные и всем сотрудникам раздали их. И получилось так, что детям они принесли своим домой, и дети играли в банк, расплачивались с карточкой. Это была классная, очень недорогая геймификация. И то, что банки могут научиться, ведь Лего не производит игрушки, она дарит ребенку новый мир. Но вы знаете, что 80% пап с людьми собирают эти конструктора. Честно говоря, вешаются, потому что не понимают, как можно космический корабль собрать, а ребенок может. Вести диалог на языке клиента. Это, на самом деле, самый-самый трудный вопрос, потому что клиенты разные. Я показал две своих фотографии, потому что, на самом деле, когда я на отдыхе или вечером с друзьями играю в настольный теннис, я один клиент, а когда я на работе, я другой клиент, и со мной нужно говорить по-разному.